Приветствую вас, мои родные и любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе. Всем желаю счастья, радости и мира в Господе нашем и Боге, сущем над всем благом Творце нашем. И родители, и женихе, и друге, ибо Он все во всем. Он и Альфа, и Омега, и первое, и последнее, начало и конец. Я хотел... Христос посреди нас, да. Он есть, будет и всегда, Он живой и сейчас с нами. Знайте это. Я хотел, знаете, так в свободной форме поговорить. И вот сейчас вы же видите, я такой формат начал на христолюбе, на лайве, что вот по полчаса. На христолюбе я буду два формата делать. Один я буду читать последовательно Библию. Ну, начнем, конечно, с Евангелия. Я же там по Матфею читал, вы помните, кто смотрел. Вот сейчас буду продолжать. Читать я буду в свободной форме, не знаю там докуда, как-то, ну, как мне Господь будет на сердце. Помните, я там показывал образами, что есть, конечно, законченные куски. Ну, вот буду как-то так. И просто буду читать. И, конечно же, когда Бог будет вдохновлять, все равно есть темы, под которые хочется собрать конкретный материал, да, там, то есть касается вопроса храма, там, жертвы, священства, поста, там, молитвы. Конечно, я буду набирать. Это будут тяжелые такие, грубая пища для совершенных. Но их надо делать, чтобы потом уже тоже кому интересно, кто хочет познать истину, тот будет, я буду давать, конечно, ссылочки, чтобы у меня это собиралось. На эти ролики действительно педантичные, тяжелые. Для них нужно и вдохновение, и концентрация. Скорее всего, они будут идти, выходить редко. Тем более, сейчас лето, тут у меня, вот, видите, да, знаете, огородик. И тоже я и солю, и собираю, что-то сушить. Надо все время что-то делать. Там я, кстати, грибы сейчас делаю. С Воронежа мне папа передал, там, мицели я заказывал, ну, заражающие, это плесень. В общем, есть что делать. Все время что-то надо покосить там, что-то сделать. Вот. Поэтому это, скорее всего, когда я осенью засяду опять под печку, там будет это уже более у меня хорошо идти, такие ролики. А сейчас вот попишем все такие, в свободной форме. Как раз посмотрим. И вот такие три формата. Ну, еще, знаете, есть беседы христолюбцев, канал отдельный даже. Получается, как бы, четыре плейлиста, так скажем. То есть, беседы, читать будем писание. Будет по темам плейлисты. И будут вот такие в свободной форме, чтобы не упразднить креста Господня. Конечно, я везде буду под это всегда подводить. Под суть бытия, суть жизни христолюбцев. Смысл жизни. Это и путь познания Бога. Это, конечно же, любовь к ближнему и упование на Христа. В этом вся суть. И ничего больше придумывать не надо. Все остальное – жизнь. Бери и делай. Дело уповай каждый день. Бог тебе столько попустит к этому упованию случаев, возможностей и так далее. И с чем я хотел обратиться? Конечно, я, кстати, там подписан на каналы так называемых учителей, блогеров. Я интересуюсь много, чем всегда в жизни. Вот этим необходимым. Бог первичная красота. Он мир сделал красиво, нас сделал красиво. Я, конечно, тоже стараюсь сделать более-менее что-то правильно, аккуратно. Чем-то учусь, что-то познаю. Но, конечно же, я слушаю, что они говорят, подсказывают, как что делать. По роликам, по видео. Но, конечно, применять я все не могу. Мне как бы... Потому что с самого времени я у вас не спрашиваю, сколько вам тяжело, слушать не тяжело. Нет. Есть темы, которые требуют больших объемов. Тем более, это вы не в церкви, вы не в собрании ходите, что я вам там на 3 часа зарядил, и вы встать не можете уйти. У нас интернет теперь включили, когда есть время. Большой ролик можно на паузу поставить, завтра посмотреть. Можно вообще неинтересную тему выключить. Я говорю, вы не сидите где-то в гостях в кирпичном здании или так далее. Поэтому, конечно же, я не буду по времени вообще ни на кого ориентироваться. Но, что я хотел узнать у вас, конечно, действительно, сколько вы времени уделяете просмотрам вот таких видео. И причем, в принципе, на самом деле, опять, мне неинтересно. Не потому что неинтересно, но неважно сейчас в данном контексте, сколько вы вообще кого-то там другого еще смотрите, что-то читаете, сколько вы вообще времени уделяете, так скажем, Богу, да, познанию истины. Меня, конечно, интересует, сколько вы смотрите конкретно мои каналы, мое видео. Вот такую информацию я хотел бы собрать. То есть, мне интересно, для чего. Не потому что я ролики буду там сжимать, поменьше говорить. Я говорю столько, сколько кладет мне Господь на сердце, где я чувствую, что я, ну, закончил, да. Ну, вот сейчас эти пишу уличные, там они по 30 минут укладываются. Вроде неплохо получается. В 15 я не уложусь, это видно сразу. Потому что у меня всегда есть вступительное слово, конечное слово. Какую бы тему я ни взял, наше дело всегда проповедников – это напоминать, прежде всего, заповедь Господа Иисуса Христа. В духе Нового Завета слова пророков вспоминать и наставления апостольские. Вот. Так что там вот идет 30 минут, да. Плейлисты, которые по темам, там вообще могут быть вот такие вот ролики. Хоть и по 4 часа, как у меня беседы, вы знаете. Я с людьми беседую и беседую до последнего, пока человек сам не устанет. Я стараюсь не сдаваться. Вот. Читать Писание, там я тоже буду по каким-то, как Господь положит, по каким-то, не по главам, не по стихам, а как я вот знаю, как мне Господь будет ложить. Ну, там вы сами знаете, кто смотрел. Разберемся потом. Вот. Ну, и беседы там тоже. Я сколько беседую, столько беседы. Что это там будет под кого-то? Мы же беседуем не для кого-то. Я далеко не все беседы. Не то, что недалеко. А сейчас вообще формат перешел в то, что вот на канале беседы я, кстати, заодно приглашаю, кто хочет. В принципе, формат получается такой, что кто хочет просто рассказать свое, может быть, покаяние. Прославить Господа. Что-то у него случилось действительно. Причем желательно не так, что я там, конечно, да, обратился там куда-то к человеку, и вот, да, Бог через человека помог. Это знаете все-таки. Вот если вам действительно Бог помог напрямую, то есть Божьей силой что-то произошло, там на вас возложил брат руки, вы там исцелились, конечно, надо такими делами прославлять Господа обязательно. Вот, там, не могли забеременеть, молились год и забеременели без всяких таблеток. Вот это будет действительно сила Божья, ваша вера и так далее. Вот такими делами однозначно прославлять. Кто-то хочет свое покаяние рассказать для славы Христовой. Так чудные личные свидетельства, вы знаете, у многих есть на канале. Вот, потом мы обычно, кто мне, с кем мы начинаем, продняемся в духе, уже ничего там не выкладываю. Поэтому беседы тоже вот такой вот формат. Не стесняйтесь, мне можно звонить, вы слышите всегда в конце беседок. Я спрашиваю, если и кто сам почувствовал, что этот ролик будет обязательно, я спрашиваю обязательно у брата, сестры, слушай, не хочешь, выложим этот ролик. Вот. Плюс там первое знакомство обычно для меня это лишний раз повод для проповеди. Люди что-то спрашивают. Такой вот формат. Ну и вот здесь уже, вроде мне кажется, формируются все-таки, да. На Христолюбе Лаве я буду на моей жизни, ну что-то, конечно, из жизни, там показывать. Вот огородик мой там, да. Вот. Ну и вот такие вот буду проповеди не в премудрости слова, а в простоте, чтобы не упразднить любви Божией. Креста Господня. Имени Божьей, сущности Его. И вот на Христолюбе будем уже более грубая пища для совершенных. И будем как просто последовательно читать Писание, тоже интересно, чтобы видеть весь контекст. Я буду стараться там параллельные места тоже по памяти. Я не буду сильно готовиться, чтобы вот, как сейчас тоже, ну что-то Бог положил. Я вот хотел вам все-таки про прощение показать в Матфея 9, как это красиво сказано, что это Божья власть. То же самое с неосуждением, где с блудницей Господь. Это Бог дал нам власть не осуждать. Это не просто, да, синоптические Евангелия, они пугающие проклятием. Не суди, не будешь судим. А там он говорит, не осуди блудницу, и я ее не осужу. Ты уже не осуждай, любишь ее. Ты уже ее оправдал. Мне она ничего не сделала. Она блудит против свое тело. Ты ее не осуди, и я не осужу. Брат против тебя согрешил, не осуди его. Я его не осужу за этот грех. Брат тебя убил, грубо говоря, даже на небе не осуди его. Да. Прости его. Не осуждение, прощение, все. Вот у Иоанна Богослова всегда в такой форме закручено. Это прям класс. Где он к Богу притягивает. Не так, что пугалкой. Не суди, не судим будешь. Ну, на кого ты это действует? А ты не суди, будешь богоподобный. Ты его уже любишь. Ты его не суди из любви. Потому что против кого он грешит? Ну, блудник он. Он себе плохо делает. В нем Бога нету. Он этих девок или пацанов, девка наоборот, если она там блудница. Это разве счастье? Кто это проходил при любодействии, измене? Разве там может быть счастье? Там ад кромешный. Вот. Вот такие четыре плейлиста у меня как бы сейчас. Я хотел бы узнать ваше мнение. Сколько вы просто. Я бы тогда ролики. Вот, допустим, я вижу. Вот сейчас я. Я сегодня записал четыре ролика по полчаса. Какой смысл их все выкладывать? Вы их не сможете просмотреть даже. Они будут висеть в накатах. И я буду знать, что ну, тогда я отдохну немножко. Завтра, может быть, попишу вот именно большой ролик. Вот. Ну, чтобы действительно и каждый день что-то было. И чтобы это было как-то в назидание там. Вот. Мне хочется знать общее время. Причем конкретно сейчас, на сегодняшний день. Меня пусть там слушают 10 человек. Я же к вам обращаюсь. Вот вы мне и напишите в свободной форме, что хотите. Пишите. Как вы слушаете? Сколько слушаете? Сколько получается? В среднем. Я понимаю. Сегодня послушали, завтра час есть. То есть полчаса. Сколько вы в день вообще уделяете? И лично мне. Лично мне. Чтобы я относительно себя ориентировался. Мне сейчас неинтересно ваш как бы... Это мы в частный много разговариваем. У кого там что, беседы какие. Какие духовные движения. Кто что слушает. Вот. Так что вот такие я хотел узнать. Как бы. И в принципе еще хотел сказать. Да. То есть пишите тогда. Я попробую. Тогда я не хотел. Вот этот онлайн у меня как-то не пошел. Что-то там сидеть опять за компьютером. Ничем не отличается. И начинать делиться картинками. Все то же самое. Там плохая у меня скорость. В общем не идет этот формат. А вот то, что я вот такого в свободной форме буду. На Христалю и Белаве писать. На канале о моей жизни. Мне кажется пойдет. Так мне интересно. И вот вы будете задавать. Видите, я даже о притче не поленился. Хотя в принципе надо читать. Там по Матфею. Получается я два раза делаю одну работу. Потом эти ролики уходят. И еще у меня какой вопрос. Вот на самом деле. Ну я. У меня есть много времени. Так скажем. Я посвятил свою жизнь. Сделал себя скопцом ради Царства Небесного. Вот. Живу один. И конечно я много времени жизни посвящаю всему этому. А вот. Я конечно многие каналы, блогеров. Я как подписываюсь. Так я там весь канал пересмотрю. Чтобы познать человека. А вот мне интересно. Вы смотрели мои плейлисты. Беседы там целиком. Допустим 120 бесед там у меня. На Христалю и Белаве сейчас вот этот проповеди. Там тоже помните. Я четыре недели делал. На Христалюбие. Ну я его назвал сначала. Там цель жизни. Христалюбцев. Стижание Духа Святого. Но сейчас переназвал. Он называется. Вот читаем. Библию будет. Вы их смотрели. Сколько роликов смотрели. В общем я никаких граней не ставлю. Ну как никто хочет. Хоть вот такое сообщение. Пишите. Мне интересно будет ваши. Ваши вот эти отзывы какие-то. Кому не лень. Или аудиосообщение. Или позвоните. Что-нибудь расскажите. Вот. Короче я хотел у вас попросить обратной связи. Мне интересно. Чтобы быть всем для всех. И кто меня любит. Кто меня слушает. Что-нибудь от вас услышать. Такое вот. Какую-то знаете. Вот по каналам. По самой информации. Что вам. Ну в принципе. Меня еще интересует. Я говорю сколько вы смотрите. По времени. Вот это меня интересует. Есть ли смысл. Даже час в день выставлять. Там два ролика по полуцей. Если многие не способны столько смотреть. Какой вот смысл. Они будут убегать. Потому что все. Я конечно понял. Кое-что для себя. Уже опыт идет. Этот блогерский. Так скажем. Я сел. Думал педантично. Вот я соберу один раз. Все ролики. И потом больше ничего записывать не буду. Просто ссылку дал. Да нет. Люди подписывают. Как и я сам на новый канал. Вот огородников. Я не смотрю старые ролики. Куда-то лезть. Я жду пока. Он может уже сто раз рассказывал. Всем понятно. Как эти помидоры там. Чайк рыжий. Да. А мне бы вот сейчас. Я-то первый раз подписался. Неохота там в плейлистах. Кто ничего не понимает. Я понял. Почему. Что я теперь не буду. Я умру. Господь на нас. На место одних проповедников других. И мы вот так вот. Так идем все. И так и будем идти в жизни. Бог всем в своих временах даст. И святых. И апостолов, и тресвитеров. Всех-всех-всех. И дары исцеления. И дары слова. Мы все время переживаем там. За что там. Вот. И я понял. Что даже читать Евангелие. Будем по кругу. Будут читать и будут читать. Год пройдет. Два. Закончится. Опять новый завет по кругу. Пойдем. Через два года я буду старше. Новые люди будут в окружении. И так будет. Кто устанет там от меня. Ну не будет уже слушать. Уже там станет невестой Христовой. Ему уже не нужно будет. Все. А мое дело будет радоваться. В таком человеке. Который со Христом вступил в брачный союз. И все. Мое дело умаляться. Вот. И поэтому я понял. Что нечего всей этой ерундой заниматься. Пусть эти ролики уходят. Ютуб благо резиновый. Вроде никаких ограничений не ставит. Поэтому конечно. Ну вот который я буду по темам собирать. Да. Но который буду читать Евангелие. Я понял. Что заморачиваться. Буду читать и читать в живом формате. Все равно сам читаю. А то с вами. Да. Вам что-то расскажу. Вам кому-то некогда читать. Я понимаю. Слушать. Вот заодно. С какими-то комментариями. Вот. Поэтому я понял. Что читать я буду просто. Вот эти беседы тоже. Да буду выкладывать. Пусть они уходят. Мне не жалко. Я. Это дело. Это мое дело любви к вам. Бог мне. Болячками меня держит. Пока. В этом лесу. В этом лесу. Вот. И поэтому. Ну вот так можно через интернет служить. А дары вроде такие дает. И поэтому. Будем. Будем. По воле божьей жить. Ничего не натягивать. Ни от чего не отказываться. Вот. Так что вот так. Ну в общем. Что-нибудь. Напишите мне. И в этих. В этом ролике. В комментариях. В личку. Куда вам удобно. Туда пишите. На почту. Звоните. Короче. По формату. Что. Как. Получается. Ну. Вроде все. Я вот так вот хотел сказать. Так. Обратиться. Все. Всех. Во Христе Иисусе. Господи. И Боге нашим. Сущим над всем. И неизменным. В мыслях. И слове своем Боге. Желаю радоваться. Всем желаю счастья. Любви. Подвизаться. В совершенстве. В совершенстве. Чтобы быть прекрасной невестой Христовой. Готовой. К брачному пиру. Кто меня любит. Ставьте палец вверх. Кто меня не любит. Все равно ставим палец вверх. Все мои каналчики наверху. Все мои контакты для связи. Внизу. А полезные ссылочки всегда справа. Всех храни Христос. Господь живой. И сейчас. И всегда. Посреди нас. Пока-пока. До встречи в новых видео.